Приветствую вас, друзья! Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на убийцу Майнкрафта, или правильно сказать, сюжетного убийца Майнкрафта. Эта игра называется Dragon Quest Builders. Ни разу не играл в эту игру до сих пор, и тем, наверное, будет интересно мои первые впечатления. Ну, собственно, так же, как я хотел бы предупредить всех юных прогеймеров Майнкрафта о том, что в Майнкрафт я тоже не играл и не являюсь вообще поклонником этой игры. Прежде всего, потому что в ней лично я не вижу никакого смысла, в ней нет сюжета, и просто заниматься всякой дурью в песочнице лично для меня ничего там привлекательного нет. Ну, когда вышел, собственно, сюжетный Майнкрафт, это меня уже, в принципе, заинтересовало. А теперь появился еще и японский его аналог. Давайте посмотрим, что это такое, потому что именно сюжета, на мой взгляд, очень-таки как раз не хватает этой игре. И первое, что мы видим с вами, это черный экран. Видимо, просто очень шикарная оптимизация или еще что-то. Я не знаю, почему он так плохо работает. Ты будешь запускаться, чертяка? Первый опыт не очень удачный. Давайте попробуем запустить еще раз. Возможно, со второго раза. Вторая попытка окажется более успешной. О, он наконец-то заработал, видите? Потрясно. Не только на компьютерах бывают проблемы с оптимизацией, ничего с этим не поделаешь. Ничего не поделаешь. Давайте я уберу вебку, тем более, что уже очень сильно темно и начинает рябить. Я думаю, что вебка нам никак не поможет познакомиться с этой игрой. Весьма эпичный ролик. Я слышу только музыку. Не слышу больше ничего. Это так задумано, что, ну, как бы что-то происходит. Мы слышим только музыку. Никаких звуков и так далее. Узрите, дети мои! Апокалипсис близится! И я его предвестник! Ну, раз они ничего не говорят, наверное, мне лучше поговорить, дайте. Ой, нет, черт побери! Ты, наоборот, все сделал правильно, нам стало лучше жить. Да, я же, бляха, крутой. Вы посмотрите, насколько я крутой парень. А еще я умею копать. Все чуть-чуть быстро копать. Ну, посмотрите, какие кирпичи я откладываю. Шикардос, чувак! Ты просто-то спаситель! Ты останешься жить с нами. Построишь, может быть, еще что-то. Да, вот мы тебе ништяков принесли. У-у-у! Мои-мы капельки воды! А это как болван, убивай его быстрее! Хочешь на мне жениться? Я рожу тебе кучу маленьких детей, а ты потом похоронишь меня и продолжишь строить свой замок. Вот так вот, да! Как же я люблю тебя! Маленький засранец, строитель! Надо же как-то комментировать этот бред. Я люблю яблоки! Мне больше ничего не надо! Женщины мне не нужны! Я люблю строить яблоки! Это все, что мне нужно! Шикарно! Ролик зачетный! О! Оно на английском языке! Да ладно! Серьезно? Даже не локализовано, что ли? Ладно, хорошо! Тут вроде как бы что-то не все можно подряд стримить. Давайте зайдем в настройки тогда и, наверное, уберем музыку. Слушайте, ну вообще японское все! Все японское! Где музыка эта? Background music! Во! Давайте вот так вот оставим, наверное, на единичке. Ну, чтобы совсем не скучно было. Vibration... Ну, Vibration мы оставим, наверное. Ну, в принципе, все остальное нормуль, на мой взгляд. Давайте поиграем в первый эпизод. Время для того, чтобы создать своего персонажа. Вы можете поиграть за девочку и за мальчика. Ну, конечно, за мальчика будем играть. Можно в скин какой-то там поменять кожу. Что это такое? А глазки можно сделать, например, голубые какие-нибудь волосы. А давайте сделаем, например, я не знаю, вот так вот эти волосы. Они меняются тоже. Отлично. Кастомизация 5 баллов. Давайте назовем ее какую-нибудь, не знаю, русским именем. О, окей. Вы счастливы, что так выглядит персонаж? Конечно, да. Я счастлив. Уровень счастья моего зашкаливает просто, ребят. А я очень страшный грозный король. Драгон-лорд. Мастер всех мастеров. Король королей. Да, отлично. Что еще? А я очень долго ждал этого момента. Итак, подойди и займи правильное место на моей стороне. Сделай это, и тебе будет гарантирована доминация над всей половиной этого мира. А что насчет остальной половины? А может быть не все, не только половины, говорит он. Это то предложение, от которого нельзя отказываться. Я не отказываюсь, я принимаю. У меня разве выбор есть? Там же не было ЕС на ОУК. Только ЕС нажать. А, и так, спустя долгое время, а не, я нашел тебя. А-а-а. Фу-у-у. Ладно. Можно побыстрее перейти? Ну, ну, хорош уже, ну, серьезно. Я не хочу даже это читать. Слишком много текстов. Японцы любят вот эти вот тексты. Почитал, почитал. Еще раз почитал, снова почитал. И так закончилась скоро игра. И так, Аня, мое дитя, ты наконец-то проснулась. Ты помнишь, что ты такая? Ты помнишь, что ты такое? Че, бля? А, понятно. Мы, кажется, встречались раньше. Да, деважда. Надеюсь, будет все хорошо. Камон. Давай, летс го. О, ну, наконец-то нам хотят предложить подвигаться. Это очень прекрасно просто, друзья мои. Неужели мы переходим от слов к действию? Так, и, и? Что нужно сделать с этим? А, тут прыгать можно, типа, почему-то вот в определенных местах только. Прыгать, кстати, кнопкой круг. То есть то, что во всех играх является отменой действия, например, да, какой-нибудь. Или ударить, например, обычно на эту кнопку вешают. Ну, на PlayStation это кружок, кнопка на Xbox это кнопка B. А, здесь это прыжок. Шикарно. Ну, это японцы просто. Слава тебе, господи. Кажется, все хорошо. Может быть, можно и управление поменять? Ну, я не буду, наверное. Ты выполняешь свою роль. Да, блин, ну хватит писать. Анна, дитя мое. Камон. Все, все, все. Я не могу больше читать. Ёлки-палки. Мы тогда вечером можем только читать тексты. Японцы, ну хватит уже. Сколько можно читать? Кстати, кнопки паузы почему-то нет. Я не знаю, как паузу нажать, кстати. Я не могу нажать паузу. Просто проверить, можно ли настроить прыжок на другую кнопку. Все нормальные разработчики делают прыжок на кнопку X. Ну, или на Xbox эта кнопка A. Ладно, давайте возьмем. И снова текст. На 5 минут. Отлично. Да, все понятно. Окей. Не знаю, как будут играть люди, которые не понимают английский язык. Вообще, мне интересно. Я всю игру-то не буду проходить. Я просто хочу ее показать. Итак, можно скрафтить лечебный крем. И у нас не хватает, например, на... Как это называется-то? Горящую палку. Блин, забыл. Так, давайте создадим крем. Отлично. Лечебный крем создан. Давайте мы это будем все пропускать. А то мы не закончим с этой игрой еще очень-очень долго. Кстати, ничего не говорят. Все только пишут, да? Эти вот ленивцы какие нет, чтобы озвучить. Так нет ведь. Так, вы можете выбрать вот оно, да? И нажать вот это вот. Торшер, по-моему, называется. Или как вот этот вот светильник-то? Блин. Кстати, игра стоит так-то не детских денег. Я даже специально зайду сейчас покажу, сколько она стоит, чтобы не быть голословным. Но что-то вроде бы 3,5 или 4 тысячи рублей. За то, чтобы мы могли почитать. Так, это здесь, по-моему, был. Да, вот он, Dragon Quest Builders. Ну, блин, у меня он уже есть, но я где-то видел цену. Digital One Day Edition. Да, 3,5 тысячи рублей. Итак, Broken Branch какой-то. Branch, Branch. Давайте возьмем Branch. Отлично. Это самое простое оружие. Ну, для того, чтобы его скрафтить, нужно сначала дерево его взять, да? Надыбать. Так, что нам нужно в этом? Ммм, мы создали первое оружие. Ммм, отлично, отлично. Мы не будем читать этого. Отлично. Equipping. Как это сказать-то правильно? Оборудоваться оборудованием, что ли, или как? Я не знаю даже. Или снабдиться. Как-то так. Понятно. Рецепты, статус. Понятно. О май гад. Что нужно? Е нажать? Нету кнопки Е. У меня геймпад иксбокса. Так. Надо создать армор. Рецепты. Нет, билдингс. Да, вот он, армор. Может быть, одеть его надо, или что? Что? Так, ладно, хорошо, давайте еще раз. Как бы, в общем-то, оружие и броня не могут быть использованы, пока вы их не... Ну, как бы, не взяли в меню. Итак, открытье главное меню. Затем выберите экиппмент. Вот он. И... Тириап, наверное, нет? Нет? Какая кнопка? А, экипп. Вот оно. Все. Отлично. Итак, оружие, нам говорят, оно полезно не только для того, чтобы монстров убивать, оно еще полезно для того, чтобы, ну, что-то там ломать, создавать и так далее. Вау, сколько текста. Е-мое. А как без перевода-то игры продавать в наше время? Такие, я не знаю. Так. Gathering Materials. Вообще, представители Sony говорят, что они рекомендуют всем издателям локализовать свои игры, потому что это сразу же буст по продажам. В этой игре вообще нет никаких диалогов. То есть, нет никакой игры актеров, нет никакой закадровой озвучки и так далее. Текст перевести, это вообще вопрос копеек. Я не понимаю, как можно издавать игры, не переведя текст. Честно скажу. Правда не понимаю. Ну, это же копеечное дело. Переведи ты, и получишь хороший результат. Серьезно. Я думаю, что эта игра гораздо лучше бы продавалась, если бы она была бы локализована. Ну, правда, нынешним детям лень читать, конечно. Игра точно не для взрослых. Я не представляю себе взрослого человека, который будет в ней играть. А детям лень читать. Они любят картинки там, эпичные заставочки в стиле Call of Duty и так далее. Может быть, японские дети любят читать, наверное, да? Какое долгое обучение, а? Че, нет? Не хотят. Убийца Майнкрафта, говорите, да? Окей. А сколько они хотят, чтобы я, ну, насоздавал блоков, интересно. Ну, хорошо, давайте еще я создам что-нибудь еще. Пенечек создам, хотите? Все? А теперь можно закончить? А, какие-то красные маркеры есть. Какие красные маркеры? Ладно, давайте попробуем. Маркеры какие-то красные, говорят, есть. Красные маркеры. Куда они хотят, чтобы я тебя это поставил? А вот оно. О, вижу, 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 все. Это ж, конечно, нужно было именно сюда поставить, сюда ведь. Правда? А камеру же можно как-то крутить, по-моему, да? О, да, камера же крутится. Так, дальше, куда еще? Come on. Ммм. Отлично. Неужели мы выйдем на свободу? Отлично. Сейчас будет текст на 5 минут, ребят. Запустите с терпением. Кентин плэнс, окей. Плэнс. Не, ну, тут как бы, мне очень нравится дизайнерский подход здесь. Очень такие интересные, колоритные персонажи. Это все правда, это есть. А тут никак не отнимешь этого. Игра даже как-то, ну, гораздо няшнее выглядит, чем какой-нибудь Майнкрафт. Ну, черт побери, а мотивация-то какая у игроков? Че, тексты считать, что ли? Ну, серьезно. В наше время тексты? Хм. Не, ну, я знаю, что в Японии, ребят, куча игр вообще. Особенно на Нинтендо всяких там 3DS и так далее. Там просто куча текста. Вот. Это нормальное явление для японцев. Но то, что японцу хорошо русскому смерть, вы же знаете такую словицу. Вот. И я реально не совсем понимаю, как они хотят завлекать игроков в России. В Японии нормально все с этой игрой, я уверен, будет. Они купят. Но в России... Давай сюда пойдем. Давай сюда все-таки нам. Пикабу! Так. Итак, вы можете разместить свой флаг. Мне нравится. Хорошо. Сейф. Да, вот он. Сейф у нас пошел. Первое сохранение. Создайте лог. Окей. Вот мы сохранились. О, девочка, здравствуйте. Можно тебя побить как-нибудь, нет? Я злой очень. Нет, бить нельзя, кстати. Ну что этот смешной флаг делает здесь? Да-да. Давай поговорим. Пять минут о моем флаге. Мир прекрасный, конечно, вообще. Выглядит суперско. Ну, я не знаю, видно ли вам на видео. Надеюсь, что да. Но он реально классный, няшный такой. Я думаю, что это главное... Ой-ой-ой-ой. Дерешься со мной, что ли? Потс. А я не могу почему-то взять дубинку. Ни запчем. Он не дает ее все. Вот. То есть это главное преимущество игры. Она реально круто выглядит. Очень харизматично. Я думаю, она как раз этим и будет брать людей. Но... То, что касается потребителей в России. Хотелось бы сразу сказать, что я не знаю, как... Как вы будете выходить из ситуации. Если вы не знаете английский язык. Мы, кстати, тонем постоянно, да? Как вы будете выходить из ситуации и играть в нее? Честно говоря, я не понимаю. То есть у нас в России где-то не больше 5% людей знают иностранные языки. Ну, на каком-то таком более-менее уровне приемлемом. Не только... Do you speak English? Yes, I do. Вот. То есть... А все остальные весьма прохладно знают это все. Ну, соответственно, вот 5% аудитории. Кому интересна внешняя графика. Ну и так далее. Являются потенциальными покупателями этой игры. То есть невеликая аудитория. Постоянно приходится вот все воспринимать через вот эти вот диалоги. Ну, в общем, в принципе, да, понятно. Надо сюда зайти и что-то там сделать. Невероятное. Наверное, поставить блок какой-нибудь. Ну что, друзья, давайте подведите итоги. Ну, я уже, в принципе, их подвел кратко. То есть, если вы знаете английский язык, если вас настолько сильно увлекает графика этой игры. И главное... Наверное, вообще, вы любитель темы Майнкрафта. Что-то строить. Вам нужен сюжет. И еще самое главное, что вы готовы читать диалоги. Именно читать. То, наверное, эта игра именно для вас. Но если нет, то подумайте. Стоит ли она того... Ой, мне это нравится этот вот. Это что там такое? Горит костер. Тут какая-то могилки. Ну, покойтесь с миром. Вот так вот, друзья. Ну что, будем на этом заканчивать. Все видео было полезным. Палец вверх и подписывайтесь на канал. До новых встреч.